Наши в столице. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Марианна Мирная. С фестиваля Золотая Маска вернулся театр из Новокуйбышевского, театр-студия Грань. В гостях у меня сегодня художественный руководитель и режиссер театра Денис Бакурадзе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, получилось, что в этом году Москва и фестиваль Золотая Маска – это уже дубль, да, это второй спектакль, который номинирован на Золотую Маску. Как съездили? Как там что было? Хорошо ли там в столице? Слушайте, у них там более по-весеннему, чем у нас, потеплее. Нет, съездили мы замечательно, сыграли два спектакля «Корабль дураков» по средневековым французским эротическим фарсам. 13 и 14 марта в Театре наций, в 20.00 и в 19.00, в два разных дня. 13-го мы играли спектакль как победителей фестиваля «Малых городов России», как лауреаты. Потому что на этом фестивале есть такой, ну, как бы, кто получает гран-при, им предоставляется возможность свой спектакль показать в Театре нации на большой сцене, потому что там две у них номинации гран-при. И спектакль большой формы лучший, спектакль малой формы лучший. Вот мы как спектакль малой формы лучший спектакль вот показывали как раз 13-го марта. А 14-го марта уже в рамках фестиваля «Золотая маска» мы показывали спектакль, опять-таки, «Корабль дураков», там же, на этой же сцене, Театр наций. Поэтому два спектакля прошли при полнейшем аншлаге, очень благодарным зрителям. Ну, у нас есть ощущение удовлетворенности от того, что было сделано. Ну, вот мои знакомые, которые живут в Москве и связаны с Театральным миром, и мне писали, да, о том, что безумное желание попасть, очень хочется, билетов нет, как, что, каким образом. То есть расхватали же все, получается, очень быстро. Да, нам даже звонили, мы пытались позвонить в Москву на обыкновенных официальных началах, просто позвонить в кассу, узнать, есть ли билеты, как можно приобрести, потому что наши друзья тоже в Москве хотели попасть, и они просили нас из Новокурска позвонить в Москву, да, купить билеты. Но когда мы позвонили, нам сказали, что в течение там двух, двух с половиной часов, как только открыли продажу, билетов не стало. Поэтому мы просто воспользовались бронью администрации, и также через дирекцию «Золотой маски» просто несколько билетов нам удалось купить. Купить самим на свой собственный спектакль. Купить самим на свой спектакль, да. Потрясающе. Но это же, в принципе, это показатель успешности, да, или, ну, интерес к спектаклю, во всяком случае, как минимум, да? Интересы, я думаю, неуспешности, потому что успех, это такое понятие очень относительное, а тем более в искусстве. Здесь же нет правильно-неправильно, кому-то нравится, кому-то не нравится, мнение всегда расходится. Это нормально, абсолютно, это здорово, когда есть спор, когда есть дискуссия по поводу того или иного произведения искусства. Поэтому я думаю, что вот интерес, да, потому что если бы спектакль, ну, или театр был бы неинтересен, я думаю, что проблемы билета достать бы не возникало. А так нам даже вот перед началом у нас актер пошел прогуляться, не тот, который занят спектакль, а который приехал в качестве, ну, помощи при монтаже, демонтаже, потому что мы все делаем сами. И он говорит, я иду мимо Театра нации уже там за 20 минут до начала спектакля, возвращаюсь, он говорит, и мне предлагают билеты по 8-9 тысяч рублей на спектакль. Это по всей видимости перекупщики, да, по 8-9 тысяч, и я не успел даже сориентироваться, потому что сразу какая-то женщина подбежала, купила, побежала, радостная, что ей удалось взять, я говорю, ну, это уже у них какая-то такая система. Слушайте, это очень круто, даже для Москвы, наверное. Хотела вот еще что спросить, вы были в зале, когда игрались спектакли внутри, вы там ухо прислушивались, чего там шепчут в зале? Ухо было в зале. Какие вот там перешептывания у людей были? Какая реакция? Понятно, что хлопали, смеялись, да, и реакция была... Я хочу сказать, что зритель был очень собран, сосредоточен, и он очень... он не хохотал гомерически, а он очень сдержан, он все время был с улыбкой, это дорогого стоит. И всплески смеха очень были в таких местах, скорее, если правильно сказать, что места, где, например, в некоторых местах у нас не реагируют, у них реагируют, то есть акценты как-то были немножко смещены. То есть зал очень внимательно воспринимал, то есть никто не покинул спектакль из зрителей, вот 2.20 идет спектакль, никто не вышел, никто не ушел, да. Ну, очень радостно, что зрители откликнулись на спектакль. Слушайте, это прекрасно. Вот еще очень интересно всегда, вот как вы говорите про акценты, публика Самарская, да, публика Новокуйбышевская, то есть мы, в принципе, здесь же все как-то рядышком. Столичная публика, наверное, действительно чем-то отличается, но тем не менее, ваш спектакль, вы смотрели, да, наверное, какие коллеги еще что показывали, вот он же как-то, он же отличается от всего остального, то, что привезли другие города, другие театры. Ну, я не видел просто. Вы же такие одни, ну, по описанию хотя бы, в таком случае. Ну, очень трудно судить, потому что фестиваль идет 2,5 месяца, и на протяжении 2,5 месяцев вот эта вся история разыгрывается, рассказывается и так далее, и, конечно, играются спектакли, и посмотреть нет возможности. Мы приехали 12-го, 12-го же монтаж до поздней ночи, 13-го репетиция, спектакль, 14-го репетиция спектакля, 15-го выступили в рамках «Маска в городе», еще один вот проект, если интересно, я вам могу рассказать. И 15-го же вечера мы уехали. То есть попасть куда-либо, ну, просто физически не было возможности. Тут же параллельно другие театры приезжают, уезжают, да. Вот, например, фестиваль «Мало городов», он идет неделю, и там у них такая возможность предоставляется, что всю неделю актеры живут, мастер-классы, смотрят спектакль друг к другу, и, конечно, это и очень сплоченная обстановка создается. И ты можешь увидеть, что делают другие театры, твои коллеги, что-то пообсуждать с ними, посоветоваться, поделиться мнением, это очень здорово. Но здесь такой возможности вот не предоставляется, потому что очень длительный период фестиваля. И у самих театров сжатые сроки нужно чем успеть. Что такое «Маска в городе»? «Маска в городе» — это проект, который фестиваль «Золотая маска» проводит уже, по-моему, не первый год, это не буду врать какой по счету год. Значит, в чем это заключается? Когда театр, они выбирают какое-то количество театров, это не все театры, которые, это на их усмотрение, они, наверное, смотрят спектакли, думают, сопоставляют, как это может интересно пройти. И я хочу сказать, что предоставляется возможность кусочек 15-20, ну, до 30 минут какой-то кусочек или композицию из спектакля показать не в пространстве театра, а в пространстве, ну, можно так сказать, жизненном. Вокзалы, метро, магазины. Свообразные флешмобы такие. Да, 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 они так это и позиционируют, когда возникает вот из ничего, вот возникает в каком-то пространстве театр. Что вам досталось? Нам достался книжный магазин «Библиоглобус». Там были разные варианты, но мы заранее это все, на протяжении двух месяцев все это обговаривалось, они не подходили по формату. И вот книжный магазин «Библиоглобус», у них там есть такое небольшое пространство, где раздвинули полочки и так далее. И вот там мы показали небольшую композицию, соединили кое-какие сцены из «Корбя дураков». Прекрасно сыграли 30 минут, очень здорово. То есть зрители, они знали заранее, зрители, что там это будет? Да, да, да. Есть афиша на сайте в рамках «Маски город», «Маска в городе». Вот там есть какие числа, какие. Кстати, наш Самарский театр про балета тоже. Да, я знаю, что это абсолютно. Вот «Маска в городе» тоже они показывали кусочек. И я думаю, что это очень интересно, потому что неожиданно это такое рождение спектакля. И для людей неожиданно. Кто-то, конечно, сказали, что мы специально пришли. А кто-то были просто покупатели магазина, которые были совершенны. И так собралась такая большая компания зрителей, и очень душевно все это прошло. И вот так он родился, оп, вспыхнул, и так же растворился. Слушайте, как здорово. Вот насчет количества людей хочу тоже с вами поговорить. Вот смотрите, в вашем зале в Новокубышевске там посадочных 50, если я не ошибаюсь, мест. Нет, 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 ошибаетесь. Потому что у нас от 94 до 110. То есть, в зависимости от спектакля, там просто где-то поменьше, там ряд выносится. Понятно. Ну вот на корабль дураков у нас же идет... На корабль только 95 мест. 95. И тем не менее идет большой ажиотаж, да, билетов не достать. И очень трудно попасть, прям заранее-заранее. И мы тоже, да, пишем вам сообщение, что когда же можно попасть. Вот это специально так сделано? Потому что спектакль такой очень камерный, и должно все очень близко быть. Или есть возможность, или есть желание его вынести на большую сцену на 700 мест, на 800 мест? Нет, ну вы все потеряете. Все потеряете. То есть это специальный ход. Каждый, вы понимаете, я вам сейчас такой пример, у меня прям в голову пример пришел. Вот если вы сварите полтора литра супа, вы же не сможете накормить 700 человек. Поэтому есть определенные произведения искусства, спектакль, которые создаются целенаправленно, такое количество зрителей. То есть это не потому, что, ну, можно вынести на большую сцену. Придут там в большом зале Дворца культур, к примеру, 640 человек. Посмотрят и скажут. Не то. Как там это ваша заливная рыба, да? Потому что контакт зрителя и актера близко именно вот это вот соприкосновение, когда ты видишь глаза, когда ты видишь, как актер дышит. Когда ты видишь, как он, ты даже ощущаешь, как он думает. Потому что это все очень близко. Это другое ощущение. Да, электрика есть, безусловно. Это именно ощущение вот этого камерного пространства. А потом задача выходить на большую сцену, но такое нет, потому что у нас есть свой театр, свое пространство, и мы в нем живем и существуем. Вот если осуществится идея, которую мы, и планы, которые мы сейчас обговариваем Сергеем Васильевичем Филипповым, министром культуры Самарской области, Сергеем Васильевичем Марковым, мэром города Новокубежска, да, ведем вот эти разговоры о строительстве театра в городе, потому что в городе своего театра нету. Не то, что еще одного, его в принципе нету, да, здание, помещение театра приспособлено, потому что там, где мы находимся, это правое крыло Дворца культуры. Много-много лет, в 70-х годах это был танцкласс, потом это, да, реконструировали, переделали, там, построили станки, потолок, решетку, оборудование, все, сделали под театр, да, это все замечательно. Но совершенно не хватает места для актеров, потому что маленькая, очень маленькая одна комната, где очень тесно нам приходится даже занимать пространство тут, заходить в кабинет директора, то, что он за стенкой, когда спектакль, мы все время там и переодеваемся, ну, просто очень ограниченное пространство. Вы говорите о зрителях, но даже если строить театр, то мы планируем все равно строительство театра, ну, не больше 200 мест, чтобы при расширении в два раза, но еще есть возможность сохранить вот это ощущение близости между актером и зрителем. Это очень важное ощущение, которое дает специфику вот этого, ну, нашего театра. И, конечно, если вот удастся нам все-таки это все, ведь упирается не в желание, хотят все. И мы хотим, и Сергей Васильевич, и руководство, и области тоже об этом говорило, и Николай Иванович говорил об этой поддержке. Сейчас вопрос, конечно, упирается в финансы. Ну, у нас все упирается, да. Поэтому желание есть, идея есть, какие-то движения мы делаем для этого. Ну, я думаю, что посмотрим, как будет дальше развиваться. Дай бог, я желаю удачи вам в этом вопросе. А зрителю предлагаю посмотреть фрагмент спектакля «Корабль дураков» и вернуться к обсуждению. Давайте посмотрим. Лизон, я несказанно рад, что встретился с тобой опять. Скорей, дай тебя обнять. Не стану вам сопротивляться. Сидей не смог я удержаться. Слетел. Ваш конь, клянусь, шальной. Лизон, твой муж слетит за мной. Надэ, поставь-ка ложек в хлеб. Лизон, поставь скорее хлеб и что-нибудь еще на стол. Миша, аппетит к нам дэ пришел. Бурь в мужике всегда видна. Ах! Не выпейте, сеньор, вина. Какое больше вам по нраву? Чье лучше брать? Не знаю права. Возьми в таверне подо львом. Лечу. Ну вот мы вдвою, он здесь нам вовсе ничего. Я быстренько консул сниму, чтобы с тобою порезлиться. Надо нам поторопиться. Он скоро прибежит назад. Ах! А вы дадите мне деньжат? Или записать на счет с мамой? Два сус сейчас тебе я дам. Бери их и беги скорей. Опоминать меня не смей. Ах! Меня уже здесь нет. Ах! Брать белое или кларе? Да что понравится, бери. Ах! Уйдешь ты, черт тебя дери. Вино здесь будет наконец. Иди, милейшич. Вот хитрец уж такого. Просто страх всегда оставит в дураках. Но с ним еще сквитаюсь я. Всегда приятно смотреть. Даже в записи приятно посмотреть. Хочется тоже спросить, что коллеги сказали. Кто-то же из коллег был, наверное, на ваших спектаклях в Москве. Те, кто не видели. Те, кто тоже, опять же, там москвичи или из других городов. Какие отзывы? Отзывы хорошие, положительные. Вы можете посмотреть на фейсбуке, в группе у них «Золотой маски». Там люди писали. Вконтакте, в театре студии «Грани». То есть отзывы есть положительные. И даже, сейчас скажу, вот из таких вот. Ирина Апексимова была на спектакле. Костолевский был на спектакле. Ольга Мухин, наш любимый драматург. Таню, Таню, которая написала. То есть у них у всех, они подошли, поблагодарили, обняли. В общем, ситуация была очень такая, знаете, атмосфера была очень доброжелательная. И это очень важно, потому что, конечно, волнение, как, что, чего. Но уже я хочу сказать, что фестивальный опыт сказывается. И актеры уже больше умеют и быстрее распределиться на не своей площадке. Это большой плюс. Вот фестивали дают возможность такой внутренней мобильности актерской. Вы были на телеканале «Культура». Вас приглашали. Как это произошло? Потому что не все попали, не все театры попали на канал «Культура». Это их выбор. То есть я не напрашивался, не созвонился. Мне был звонок перед отъездом. И предложили, что на телеканале «Культура» есть замечательный совершенно такой передача «Худсовет», которая идет после новостей, такая пятиминутная. И они бы очень хотели сделать вот эту передачу со мной. Мы договорились о времени встречи. И как мы только приехали, мы к ним все ездили на телевидение. Слушайте, ну здорово. Это их предложение. Тоже классно. Что сейчас в театре происходит? Потому что в прошлом году вышел «Король Лир». И тоже билетов не достать. И как сейчас формируется, сколько вот этих спектаклей, сколько вот этих, потому что все равно ни на что билетов не достать. Формируется, понимаете, из-за того, что у нас одно помещение, одно всего помещение, где мы и репетируем, и монтируем, и перемонтируем, и играем. Это помещение каждый день находится в работе. Каждый день. То, что там не идет спектакль, это ни о чем не говорит. Значит, там с утра до вечера идет репетиция. Или в этот день перемонтаж одного спектакля на другой. Или установка света. То есть каждый день без выходных, без проходных все это идет. И формируется именно таким образом, что сейчас мы с сегодняшнего дня играем блок спектакля «Король Лир». Сразу же на следующий день идет перемонтаж на премьеру, который в апреле у нас состоится, театр «Тени Афелии». И там же с первого же числа, то есть 31-й перемонтаж, с первого числа репетиции, плотные репетиции, работа над выпуском спектакля, приезда Евгения Леонидовича, Гансбурга, художника по свету и так далее, так далее, так далее. Между этим репетиционным периодом мы съездим в Москву на церемонию закрытия золотой маски. Вернемся и сразу премьера. То есть целый месяц будет работа над выпуском спектакля, потому что мы даже не можем в параллельном нигде помещении, потому что и актеры заняты одни и те же, и помещение одно и то же. А там очень точная работа со светом, с куклой и так далее. Там нужно именно репетировать в том пространстве, который есть. Расскажите, пожалуйста, как раз в театре «Тени Афелии», что это такое. Это премьера, которая состоится по сказке-притче Михаэля Энды. Она состоится 24 апреля и будет играться всю следующую неделю в апреле, до 29-го включительно. Это спектакль для детей со взрослыми. Занята там вся труппа, но многие заняты в необычном качестве, потому что живым планом работают только... У кого есть текст или живой план, это Любовь Тювилина, в главной роли Василий Яров. И два таких, как «Мимо, без слов, без всего» — это Сергей Позняков, Кирилл Стерликов. Остальные актеры, и даже там есть помощники, которые не актеры, а те, кто помогают за кулисами, это вот в том качестве помощники по чудесам, как мы. Ага, очень интересно. Потому что там много чудес, они помогают по чудесам, но зритель их не видит. Прекрасно. Поэтому необычный должен быть спектакль, но, по крайней мере, очень красивый художница Алиса Якиманская. Мы с ней делаем уже не первый спектакль. Потрясающая совершенно работа, совершенно изумительные куклы, изумительные тени, как она все это создает своими руками. Это просто шедевр. Я сам смотрю и думаю, господи, почему у меня в детстве не было такого спектакля? Я бы хотел сходить. Такая интрига, что получается. Впервые попробовали мы поработать. Я привлек молодого интересного режиссера, тоже выпускника Виктора Алексеевича Тимофеева, как я, Артема Филипповского. И мы с ним вместе работаем над этим спектаклем. Мне кажется, такой наш творческий дебют-тандем может очень интересно дать какие-то свои плоды в дальнейшем. Я знаю, что сейчас Артем у себя готовит премьеру спектакля «Три сестры» в театре «Место действия». Я думаю, это будет что-то интересное. Но то, что такое сотворчество мы решили организовать впервые, вот зритель сможет увидеть с 24 апреля, когда будет премьер «Театр Теневих». Если билеты удастся. Все продано. Если билеты удастся найти. Там 15 спектаклей, но ни на один нет билетов. Но еще же будет, я думаю. Ну да, но не сейчас, чуть попозже. Денис, как вы все это придумываете? У вас что... Сейчас попробую правильно задать вопрос. Что не спектакль, это все равно какая-то... Это непростой ход. Это какой-то... Это поиск каких-то новых решений, что ли. Я не знаю даже, как это правильно назвать. У вас душа просто такая, которая ищет новые решения. Как это так получается? Вот что ни возьми, все равно оно из какого-то... Из-за угла сделано, и это работает. Да не знаю, Бог помогает. Вот так. Да, здесь очень... Я не могу объяснить, как это. Работа каждый день. Спишь с этим, ходишь с этим, ешь с этим, думаешь об этом все время, все время, все время. И, конечно, я думаю, что это не без участия других сил происходит. Ну вот актеры, которые с вами работают, они же в один голос все говорят о том, что когда они работали в других театрах, ну так, в крупных, так скажем, да, в каких-то таких там, в академических, неакадемических, не суть, у них не было такой возможности. То есть они все равно работали по какому-то, ну, условно говоря, шаблону. Вот здесь, получается, это принцип театра, да, театр-студии грань, вне шаблонов работать. Ну, здесь очень трудно сказать, что такое шаблон, что такое не шаблон, потому что все уже придумано до нас. Просто вопрос, может быть, стоит в компоновке этих придумок, которые есть, да, ну хорошо, используем станки, но что, станки нигде не использовались, да, тысячу спектаклей. Брюки на актеров не одевались, да, тысячи, миллионы спектаклей, да. То есть вопрос, наверное, в компоновке и в таком подходе. Конечно, наше большое сейчас спасение, что мы можем заниматься творчеством, и у нас нет как такового бешеного обязательства вот ни перед кем, и мы, да, многие сейчас скажут, вот, конечно, поэтому они еще бы. Мы бы тоже так существовали. Я думаю, даже при всех этих условиях все равно есть ремесло, а есть, когда ты что-то делаешь, и ты понимаешь, что ты не можешь сделать хуже, чем, допустим, раньше и так далее. То есть есть какой-то определенный уровень, на нем очень трудно удержаться, но ведь при этом надо еще идти дальше. Поэтому я думаю, что артисты, это вот сейчас тот костяк, который есть, семь человек, даже скажу, Даниил, Юля, Люба, Сергей, Катя, Кирилл и Вася. Вот это вот костяк, который я им безумно благодарен, потому что без них бы ничего бы не случилось. Это тот ансамбль, вот тот единый ансамбль, который создает и двигает, и ощущает, они нигде не выбиваются, и все время мы переживаем, есть ли вдруг кого-то мы будем брать в театр следующего, а мы должны это сделать, потому что нам не хватает там для следующей работы. А как человек? Почувствует, не почувствует? Они все время принимают его как домой, потому что эти семь человек каждый день вместе, каждый день они вместе с утра до вечера. И даже вот пока играли «Корабль дураков», репетировали как «Корабль дураков», «Фрёкин, Жюли», допустим, Катя Кожаева, Екатерина Кожаева, Василий Яров, Кирилл Стерликов не были заняты, там во «Фрёкин», Кирилл уже занят в «Корабле дураков», но ситуация сложилась так, что они каждый день приезжали, они помогали готовить театр к спектаклю, они продавали программки, они были все время целыми днями с нами, говорят, ну это, понимаете, когда сегодня один актер, который не занят, он продаёт завтра другой. Вот есть какая-то атмосфера, которую мы пытаемся сложить. Спасибо вам огромное, наше время, к сожалению, заканчивается, я думаю, что не последний раз мы с вами видимся, есть всегда темы для обсуждения. Удачи в апреле, в конце апреля на закрытии фестиваля «Золотая маска», надеюсь, что привезёте призы. Со зрителями прощаюсь, до следующей пятницы, проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова